Цветет сиреневый дождь. Зацветает сиреневый лук. Сиреневый рододендрон, который называется павлиний глаз. Вот такой, даже глаза там нет. Вот такой сиреневый рододендрон. И будет сиреневая венгерская. Сирень тоже цвести. Так что все тона сейчас у нас в сторону сиреневого. Здесь тоже лук суворова разных разновидностей. Вот так. А внизу, конечно, хаос. Этот хаос будет до тех пор, пока тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы не уйдут в землю. Нужно брать ножницы и проводить, приводить все в порядок. Вот так. Все в сиреневых тонах. О, и у нас приехал настоящий пенсионер с работы. Ну, ничего себе. Несет подарки. Ну, поздравляю. С окончанием рабочего периода. Длительностью всю жизнь. Теперь ты рентнер. Или пенсионер. Да. Ну, вот это типичный подарок. Немецкий в Германии, когда человека благодарят за что-то. Смотрите, как красиво, блин. Вот. Сейчас мы посмотрим, что же там положили. Хозяин отказался сам показывать. Итак. Первым делом открываем вот такой конверт. И написано. Сум апшит. Алисгуты он фельглюк. Вир. Дувирс он с фельм. Значит, это значит. На прощание всего хорошего и много счастья. Ты нам будешь. Ну, как. Тебя будет нам не хватать. И вот. Не хватает. И все собрались. И проводили его. Все расписались и положили ему. Вот 100 евро. В такой конвертик. Теперь. Развязываем вот эту красоту. Красоту составляли, конечно, не сами сотрудники. Красоту купили где-то в каком-то магазине. Который торгует продовольственными товарами. Такие подарки можно всегда заказать и получить в одном из немецких магазинов. Здесь все склеено. Но на подарки была цена. И от цены остался хвостик. Видите? Хвостик от цены. А теперь. Здесь заклеено скотчем. Расклеиваем. И разрываем. Вот так. И смотрим. Что же там нам подарили. Бременские музыканты. Кройтер ликер. Это особенный ликер. Это ликер от Бремена. От города Бремена. Ну, вот это Милка. Это на хлебать. На хлебать. Мазать на блины, например. Или еще что-то. Кетчуп. Как раз у нас вчера кончился кетчуп. Мы искали его. Вот. Все попереклеили, чтобы не качалось и не шаталось. Вот такая коробочка конфет. От фирмы Милка. И эта коробочка конфет. Там у нее такие красивые листики. От клея. Ну, заклеена. Пока распаковывать не буду. Ну, они вот такие. А нет. Здесь как подарочек нарисован. Ну, наверное, вот такие шоколадки там внутри. С бантиком. Так. Дальше. Кетчуп я уже вам сказала. Так. Это тоже от штата Бремен. Называется Клутен. Но это тоже сладости в шоколад обмокнутые. Это настолько сладкое. Вы даже не представляете, насколько. Вот это вот. Гуляш. Суп. Если жена не будет в состоянии готовить, будет работать, то пенсионер может скушать свой суп гуляшный. И еще один ликерчик. Заны ликер. Роллинг. Это опять Бремен. В кривой такой посуде. Видите? Вот в такой посуде кривой. Все стоит на бок. Вот так. Это чипсы. То, что тоже очень модно в Германии. Чипсами закусывают пиво. Вот это чипсы. У них к пиву не подается шонур и рыба. Поэтому чипсы. Это кофе молотый. О боже. Все попил. Милей надо. От фирмы Мелита. Мелита это кофе, которое производят в Бремени. Есть у нас такая фабрика Мелита. Кофейная. Это что такое? Даже не знаю. Это тоже, наверное, кофе. Премиум. А нет. Это чай. Это хороший чай. Такой красивый упаковки. Еще конфетки от фирмы Феодора. Феодора это тоже фабрика, которая находилась в Бремени и выехала куда-то за границу. И вот такие печеньки. Посыпанные кройкером или зеленью и паприкой. С сырным гешмаком. Ну, вкус сырный у этих печеньек. Вот такой подарок. В подарочной коробке. Складываем все назад. Потому что некогда этим сейчас заниматься. Гулять да гулять попозже. Вот так. И вот так. Не так красиво, как было. С открыточкой. И с бантиком. Вот так проводили моего мужа на пенсию. Ну, вы уже поняли, мои хорошие. Мой муж сегодня отработал последний день на предприятии, на котором он отработал 21 год. Он пришел на это предприятие в 2002 году. На больничном был всего один раз. И то потому, что у него затянуло палец в транспортерную ленту. И палец лопнул. Поэтому он целый месяц сидел на больничном. Ну, вот. Как-то так, мои хорошие. Такая трудовая деятельность продолжительная была у моего мужа на фирме, которая занимается упаковкой, распаковкой лука и картофеля. Овощная база, можно сказать. Там фасуют картофель и лук в мешочки. По килограмму, по два килограмма. Ну, по пять и по двадцать пять килограмм. Столько, сколько надо. Ну, вот так его проводили. С этой фирмы. Не думайте, что он у меня будет сидеть дома. На улице работы тоже хватает. Кроме этого, у него есть две одинокие женщины, которым он помогает в саду. И у него есть мой шеф. Мой шеф переложил на него полностью свой участок. Он у него там стрижет деревья, обрезает все, травки, ну, так далее. Ну, вот как-то так, мои хорошие. Вот так закончилась трудовая деятельность моего супруга. А вам всем пока-пока. И до новых волнующих встреч на канале Север. Это моя судьба. Не забывайте подписываться на канал и писать свои комментарии. Я вас всех очень люблю. Вот тут такая замечательная бегония. Купила я ее впервые. Увидела впервые. Хочется испытать, как она мне будет служить. Сильная, красивая. Посмотрим, что покажет время цветения. Отцветает уже моя круглая клумба. Левизия. Надо обрезать отцвевшие цветочки. И она зацветет снова. Ну, пока вот две. Ну, вот та третья еще. Они еще, конечно, красавишные. Как-то так. Ну, и тут вот красота ненаглядная. 80 градусов. Влажность воздуха 80%. Поэтому петуния не чистится сама. Ее нужно постоянно общипывать. Чтобы она выглядела декоративно и красиво. Также и цветы на геране. Отцвевшие цветы на геране нужно убирать. Чтобы все это смотрелось свежим и очень декоративным. Ну, вот. Как-то так. Отцвевшие цветы на геране нужно убирать. Так. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...